приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 12 марта поговорим о народных приметах на этот день что можно сделать в этот народный праздник а чего категорически нельзя делать чтобы не привлечь беды и неприятности в свою жизнь друзья далее все более подробно 12 марта наши предки судили о том когда можно сеять семена а вот в народном календаре 12 марта получила название прокоп перезимний или прокоп дорога рушитель также этот день еще наши предки называли как прокопий прокоп или дорога копатель а вот православная церковь 12 марта почитает память преподобного прокопия декаполита который родился в восьмом веке в стране декаполитской на востоке от галилейского озера название декаполис произошло от двух греческих слов дека 10 и полис город то есть поселение где сосредоточено было 10 городов прокопий вместе со святым василием мужественно противостоял иконоборческой ереси которая на тот момент распространилась византии и вот это религиозное движение было направлено против культа икон возглавлял его первый император и саврийской династии по его приказу преподобного прокопия схватили передали жестокому бичеванию и бросили в темницу где он находился вместе со святым василием до самой смерти жестокого императора иконоборца выпущенный на свободу святой прокопий остаток жизни провел в иноческих подвигах и умер в преклонном возрасте около 750 года в переводе с греческого языка прокопия означает успевающий и опережающий удивительным образом значение имени соответствует характеристики святого народном календаре наши предки говорили что крак прокоп подгоняет весну разрушает наследие зимы обледенелые заснеженные дороги в имени покровителя дня крестьяне слышали слово прокопать которое связывали с дорогами покрытыми весенними ручьями и постепенно которые превращались в бездорожье наши предки считали что именно 12 марта наступает настоящая весна начинает таять снег на крышах и реки вскрываются ото льда санный путь портится под колесами проступает колея поэтому перед тем как выехать со двора крестьяне слушали обязательно дорогу проверяли надежная ли она если земля шумела капель капель была большая и шумная то близилась очередная оттепель и отправляться в путь было опасно а вот при хорошей капель и охотники собирались в лес на зайцев по преданию черт часто оборачивался зайцем поэтому охотники которым косой перебежал в лесу дорогу зачастую возвращались домой с уверенностью что охота принесет им к сожалению только лишь разочарование отправляясь в путь они прислушивались обязательно к своей интуиции к своим ощущениям если на душе было легко то они считали что дорога будет приятной и хорошей если же чувствовалось беспокойство то они понимали и знали что случится какая-то неприятность и и значит нужно быть внимательными и осторожным осторожными существовало поверье что в дороге человек может встретить не только других людей животных но еще не чистую силу например лешевого или блуждающие огоньки наши предки воспринимали дорогу как своеобразную границу между миром людей и потусторонним миром и чтобы не навлечь на себя беду в дороге нельзя было громко петь свистеть кричать спать исправлять нужду а чтобы уезжающий человек быстрее воротился домой провожающие вернувшись к порогу дома оглядывались смотря путнику вслед будто уже его встречали в этот день крестьяне проводили обряды обязательно на защиту будущего урожая чтобы его никто не украл тогда что делали наши предки брали волчий жир и смазывали петли калитки и обязательно говорили определенные магические слова вообще сам по себе день прокопа 12 марта считали непредсказуемым произойти могло всякое и плохое и хорошее важно чтобы в этот день дом был открыт для родственников для тех людей которые чистосердечны к вам конечно же и друзей если что-то попросили то нельзя отказывать с другой стороны наши предки считали день и непростым днем так как все неприятности могли случиться именно на день святого прокопия и это было связано с тем что по земле разгуливает мечеть поэтому они были максимально внимательны ко всему происходящему и обязательно прислушивались только к своей интуиции и на руси существовал обряд если человек хочет чтобы уезжающий вернулся домой без проблем и как можно скорее надо было во время проводов обернуться вслед как будто этот человек уже вернулся это означало что возвращение будет скорым в этот праздничный день посещали церковь также было принято ходить на кладочке на кладбище чтобы проведать умерших родственников и люди на день прокопа перезимнего старались держать двери своего дома открытыми очень важно было в этот день оказывать помощь всем кто в этом нуждался также в этот день наши предки верили что в этот день сосны ели и другие хвойные деревья получают необычайную силу поэтому этот день полагалось собрать сосновые почки и обязательно добавить их в чай это считалось буду укреплять иммунитет кстати друзья вы тоже если живете где-то рядом с сосновыми лесами обязательно собирайте почки и пейте чай с и именно именно с сосны его дело в том что это очень будет вам помогать даже вы можете собирать сушить именно в зимнее время время от времени пить а также обращаем ваше внимание что еловые сосновые и можжевеловые ветки тоже вы можете оставлять в комнатах чтобы исходящий от них аромат прибавлял здоровье всем домочадцев среди незамужних девушек в этот день существовало поверье что если испечь 12 марта весенние калачи и поесть их натощак то ближайшее время появится суженый и скоро будет назначена свадьба а замужняя жизнь будет счастливой считается так что что также что если жена в этот день будут особенно ласково к мужу он останется ей верен на всю жизнь и никакая разлучница не сможет его увезти что же нельзя делать в этот день 12 марта в день прокопа перезимника знаете все народные поверья и приметы в этот день были связаны с дорогами потому что как сегодня в пути можно встретиться было с нечистой силой которая спряталась в деревьях в кустах а такая встреча наши предки считали ни к чему хорошему не приведет поэтому и не советовали знающие люди 12 марта отправляться в дальнее путешествие считаю что она будет несчастливым и полным преград а если отказаться от поездки поездки невозможно нужно обязательно было строго следовать запрещающим народным приметам не стоит не стоит отправляясь в путь в день прокопа перезимнего игнорировать шум дорог если он громкий то беда случится так как шуми шумит обычно копель а значит дорога впереди размытая через которую очень сложно проехать на любом транспорте нельзя уезжающему махать прощальной рукой иначе он может никогда не вернуться надо сделать вид как будто он только приехал обернуться лицом ему вслед тогда человек возвратится очень скоро целостности и сохранности в день прокопа перезимника не нужно охотникам идти на охоту если на им дорогу перебежит заяц по народной примете может случиться большая беда сам себя подстрелит или же кто другой случайно может ранить нельзя ехать человеку которая отправляется по финансовым делам по той дорогу которую только что перешла собака особой удачи в деле не будет а вот потеря денег будет возможно нельзя во время поездки шуметь петь или кричать можно привлечь к себе внимание нечисти темные силы могут принять вид животного или человека и начать сопровождать путника чтобы после навредить ему запрещено было 12 марта звать к себе гостей согласно народной примете энергетика чужих людей может разрушить семейное благополучие особенно если в гости зашла женщина с темными волосами и темными глазами если же избежать ее прихода невозможно то после того как она уйдет желательно подмести у входной двери не стоит день прокопа перезимника выяснить отношения с близкими людьми дома так как сегодня его энергетика особенно восприимчива к вмешательству громкий звук может не только испортить взаимоотношения с членами семьи но и уменьшить денежный поток поэтому для укрепления любовные финансовые ауры сегодня наоборот надо веселиться и радоваться для знахари день прокопа тоже был особенный потому что к ним шли за корешками всевозможными травами которые 12 марта обретали особенную целительскую силу и излечивали даже от тяжелых болезней также сегодня проводили различные обряды и ритуалы на грязь читая на нее определенные слова а мы вам предлагаем провести в этот день 12 марта ритуал от боли в суставах и так вам нужно набрать грязь на сам на самой изъезженной дороге и чем глубже колея тем лучше этой грязью нужно обтереть больной сустав но старой тряпкой затем утирать новой ткани сказать такие слова старая забрала новая излечила после ветоши ткань связывали в узел и несли туда где была взята грязь говорят следующие слова грязь вернулась домой забрала не дух мой теперь не будут кости болеть ноги и руки млеть суставчики станут крепки и сильные не узнают о боли аминь после этого нужно кидать узел в колью уходите ни в коем случае не оглядываться даже если кто-то вас возможно позовет по имени а вот люди которые родились 12 марта проявляет осторожность во всех своих делах они считаются людьми рассудительными все делают не спеша с умом на 8 не надеются в качестве талисмана им подходит горный хрусталь вот друзья у нас вами такой день по народным приметам 12 марта мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наши каналы за для ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной ценной информации на прямо сейчас на экране друзья увидите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то виде кривом на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся в следующем видео